на денег держи спасибо всем привет меня зовут доктор сергей рожнов очередной выпуск нашего блога вот гарантия рекламация то есть что это такое давайте постараемся разбить эту всю историю и более детально разобрать тематика которая несколько раз поднимал но в своих видео но хотел бы сейчас более детально на ней остановиться ну что такое гарантия гарантия с простыми словами сказать это переделка бога безвозмездная переделка в общем-то который потребность которой произошла из-за того что в общем-то у исполняющей стороне исполняющей стороны что-то там пошло не так вы купили машину она поломалась вам сделали зубы там зуб поломался какой-то то есть и период прошел не столь продолжительный особенность там услуги регламентирована договором и конечно же контролируется законом о защите прав потребителя положением о гарантии и вообще в целом законодательством если говорить рекламации это рекламация это уже претензия стороны которая пользуется услугой или товаром в общем-то к организатору тому кто продает машину делает зубы и так далее поэтому вещи параллельные но на самом деле такие достаточно расплывчатые и больше стоит говорить конечно же о гарантии если говорить номинально то постараться разобрать о соответственно что такое гарантия до гарантии на услуги и и быть не может очень много об этом мы говорили в нашем подкасте с нашим замечательным осиповым юрий рищем практикующим юристом вот там ссылку мы там оставим наверное в описании видео и где-то там заходить совершенно спокойно смотрите это один из моих любимых подкастов где разбираются вот эти вот вопросы со всех сторон с каждой из сторон и в общем то на что следует обратить внимание какие как правило традиционные проблемы мы бывают но первое стоял то что я сейчас уже озвучил то что конечно же гарантии на само лечение ну на услугу и и быть не может до услуга это то что исполнение а вот результат он должен быть надлежащего качества поэтому общем то если оценка именно стоматологических услуг давайте постараемся разобраться повод до каких что-то такой гарантии так далее повод это соответственно оказание услуг надлежащего или ненадлежащего качества в общем то на услугу гарантий нет а вот на то каким вот образом оказан она оказана на результат хорошо доктор пролечил плохо пролечил с нарушением протоколов в общем то что регламентировано нашим законодательством рекомендациями всем остальным это уже другой вопрос вот соответственно если говорить непосредственно медицине любая комиссия оценивает станком оказание помощи но помощь оказана в полном объеме или не в полном то есть вот у вас есть там план лечения или там какую-то услугу вы там не по медицине там хотите делать вы его там оплатили полностью вам оказали или нет планировали там пролечить один зуб там или 3 вам пролечили там получить 2 льзу были 3 планировали пролечить вам там пролечили один ну здесь соответственно деньги взяли там за все за несколько да то есть это вопрос конечно же уже оказание услуг не в полном объеме а вот если планировали 3 пролечить 3 зубы или провести имплантацию 3 зубов и пролечили 3 или установили 3 имплантата ну знаешь соответственно эта услуга оказана в полном объеме На случай каких-то там, скажем так, споров, давайте сформулируем это таким образом. Про надлежащее качество это уже обозначено. Есть опять-таки стандарты, клинические рекомендации общепринятые. Здесь все достаточно просто и опять-таки регламентировано. Надлежащим качеством или ненадлежащим качеством. Если здесь есть какие-то нарушения, конечно же, это все на стороне потребителя, пациента. И, в общем-то, здесь уже надо более глубоко думать. В общем-то, надо ли проявлять лояльность в сторону медицинского учреждения, которое оказывало данную медицинскую услугу или нет. Понимаете, вот. Ну, если же услуга оказана в полном объеме надлежащего качества, здесь, в общем-то, к медицинскому учреждению вопросов, как правило, нет. И, соответственно, надо проявлять максимальную лояльность, уважение и почтение. По той простой причине, что это могут быть соблюдение вами рекомендаций или несоблюдение рекомендаций, а также индивидуальные особенности организма, которые могли привести к такой вот ситуации. В целом, там, спонтанное заживление, перенесенная вирусная инфекция перед процедурой, снижение иммунитета. Забыли какие-то моменты врачу сказать и так далее. То есть, это все в жизни бывает, но вероятность развития этого в таких случаях достаточно минимальная. Вот. Это, в общем-то, первое. Второй аспект. Гарантия, конечно же, на все есть гарантия, да, и, как я уже сказал, не на услугу, а на результат. То есть, вам установили имплантат, он должен там находиться непосредственно, есть результат, да, вот этого лечения. То есть, прижившийся имплантат, который готов там нести протезирование. Или пломба, которую там установили, и эта пломба там должна находиться и выполнять свою функцию, там, и так далее. Здесь, конечно же, в случае утери какого-то результата, в соответствии, в тех условиях, что нет никаких нарушений, если нет никаких, в общем-то, пациент соблюдал рекомендации, то бишь вы, то, конечно же, все равно большинство клиник делают лечение по гарантии. То есть, что значит, что, в общем-то, здесь претензий никаких не может быть обоснованных, и клиника просто, соответственно, проявляет лояльность и переделывает эту работу, в общем-то, как говорится, для того, чтобы угодить человеку и выполнить свой гражданский долг, потому что мы все мы лечим пациентов. В целом, это первое. Если говорить непосредственно про несоблюдение этих вопросов, здесь, конечно же, стоит говорить уже о том, обсуждать вопрос, стоит ли там продолжать такое лечение, если клиника, как говорится, недобропорядочно подходит к лечению, или, может быть, недобропорядочно из-за каких-то там упущений. Если же пациент не соблюдает рекомендации, например, не приходит на осмотры, здесь никто не говорит о разгильдяйстве, срочность работы, командировка, еще что-то такое, какие-то семейные обстоятельства. Но медицину, по большому счету, это не волнует ваши обстоятельства, потому что есть организм, который, вот, есть процесс заживления, регенерации ткани, он идет, и надо, чтобы это все было надсмотрено. Если ты, в общем-то, нарушение рекомендаций, клиника вправе отказать в проведении этой гарантии, вот, и, соответственно, вправе либо вообще отказать в лечении, либо там потребует за это дополнительную, как бы, плату. Ну, большинство клиник, конечно, все равно старается относиться к своим пациентам лояльно, и, соответственно, часто даже в таких случаях, если есть взаимопонимание, лечение проводится на безвозмездной основе. Вот, теперь такой колкий вопрос, возврат денежных средств. Часто встречающийся кейс, пациенты привели процедуру, для любого пациента во многом, в том числе и хирургическое вмешательство, это, конечно же, стресс. У нас получили какую-то неудачу по той или иной причине, ведь у нас 1,5-2% до 3% непроживления имплантата, так называемого, человек не готов вот это все перенести, ну, потому что боится, да, повторно, и говорит, верните мне мнительность какая-то проявляется и так далее. То есть, говорит, верните мне деньги. Объективно, если, как мы уже сказали, услуга оказана в полном объеме и надлежащего качества, клиника не обязана ничего возвращать. Вот, абсолютно не обязана ничего возвращать. И, как говорится, не хотите переделывать? Не переделывайте. Ну, можно даже договор разорвать. Ну, соответственно, возврата денежных средств здесь, конечно же, не будет, потому что это как бы хочу. Вот, если, соответственно, еще раз подчеркну, услуга оказана не в полном объеме и не надлежащего качества, конечно, возврата денежных средств возможен. Если это какой-то там ошибки, то вопрос это уже обсуждается индивидуально. Если в чем-то вы не согласны, то есть, с какой-то, с позицией, конечно же, всегда есть судебные инстанции, пишутся исковые заявления, там, подается заявление, там, в суд, если так кратко. И, соответственно, уже суд разбирается, при необходимости назначает судебно-медицинскую экспертизу. Здесь, если там вы считаете, и судебно-медицинская экспертиза подтверждает, что действительно там услуга оказана там ненадлежащего качества, здесь, конечно, вы можете уже потребовать какие-то там компенсации. Суд уже рассмотрит, выплачивать там вам их или не выплачивать. Ну, в общем-то, просто так просить компенсацию клиника, вот верните мне деньги, еще заплатите денег, это все абсолютно незаконно, и по нашему закону все компенсации только по решению суда. Все остальное, это то, что вот, знаете, подойти, сказать, вот, на денег, держи, спасибо. Вот, и все писульки, это просто писульки в данном случае. Ну, здесь надо понимать также, что есть и степень ответственности, что если что-то не так, то, в общем-то, клиника подаст в суд ответ на регресс, и все свои юридические издержки, репутационные, также будут учтены, придется оплачивать еще, и это мало того, что денег не вернется. Вот, есть еще один аспект, спорная ситуация, кто-то что-то хочет, мы говорим, вернем вам там 3 рубля, заплачено полтора, вот, я хочу вернуть полностью, подаемся в суд, договариваемся об одном, если сторона, которая претензию ведет, ну, как правило, пациент говорит о том, что, знаете, вот мы, как бы, сейчас не согласны с такими условиями, то вы имеете в виду, что на случай судебного разбирательства и отказа документального, это предложение уже автоматически снимается, это по закону, если вы проигрываете суд, повторно вы уже не договоритесь, то есть вы не получите, как правило, ничего. Я не говорю о том, что это все сложно, потому что надо понимать то, что большинство клиник абсолютно адекватные, хорошие и порядочные, все хотят все вам сделать, мы лечим пациентов, делаем все для вас, мы хотим все перелечить, если что-то случилось неприятность, мы искренне сострадаем, лечим все по гарантии. Там и так далее, и так далее, всегда входим в ситуацию, и это во-первых. Во-вторых, имейте в виду, пожалуйста, что любая, соответственно, закон нас защищает. И если есть какая-то ошибка со стороны клиники, есть недопонимание, не надо бояться, законодательство разберется, экспертиза разберется, и не надо обесценивать наши судебные инстанции, это все как бы болтология, это все неправильно. Будет ли это быстро? Нет, это быстро не будет. Такие серьезные вопросы, связанные с здоровьем, с деньгами, когда что-то дошло до спора судебного, быстро не решаются. Но, как правило, решаются они целиком. Важный вопрос, связанный с авансовыми платежами и возвратом денежных средств. Тут это другая ситуация, я его также хотел бы проговорить. Вы захотели лечиться в клинике Икс, установить какой-то зубной имплантат или какую-то коронку. Вам просят, вот для того, чтобы записаться, надо внести аванс денежных средств, там, 5 рублей. Вы говорите, окей, все хорошо, подписали документы, что это необходимо сделать, ознакомиться, подписать документы, договора. Вот, и, соответственно, внесли авансовый платеж. По какой-то причине вы передумали, так сказать, проводить это лечение. Ну, изменились обстоятельства. Ваше право законное. В данном случае это все подлежит, конечно же, возврату денежных средств. Это такая ситуация, как правило, ну, важная. И тут одностороннее. Просто передумал, просто не хочу. Имеете полное право, и через, в течение какого-то времени клиника, краткосрочный период, обязана вам эти средства вернуть. Ну, после, опять-таки, того, как вы напишете заявление. Давайте резюмируем. Гарантия. Вы защищены законом. Ну, соответственно, надо лечиться в тех местах, где клиники соблюдают закон, то есть, как минимум, там, предложат вам план лечения. Если вам предложат перевезти деньги на карту, или там, без чека, или дешевле, оттуда надо бежать. Не надо лечиться в арендных кабинетах. Эта вся ответственность за ваше здоровье и за деньги только на вас укладывается. Хотя там бывают классные ребята, ну, которые уклоняются от налогов. Это лучше обходить. Должна быть социальная защищенность. Если говорить о гарантии, все переделают. Если что, вы защищены законом. Если вы хотите вернуть деньги, ну, здесь, увы, по доброй воле вам могут вернуть деньги. Если какое-то произошло осложнение, и все сделано качественно. Ну, в целом, нет. Не хотите не лечиться, не лечитесь. Ну, это за ваш счет. Если все остальное, как правило, клиника не обязана. Но если у вас авансовый платеж, и вы не начали лечение, то, конечно, это авансовый платеж. Вы имеете право этот депозит получить обратно. Поэтому, в целом, ситуация вот такая. Вопрос достаточно нудный. Но когда человек сталкивается с такими обстоятельствами, очень важно разобраться и принять завершенные решения. Потому что бывают разные мнения со стороны администрации клиники. Не всегда правомерные. Бывают разные обстоятельства со стороны пациентов. Ну, связанные со стрессом, неудобством, волнением, вот этим общим антуражом. Что уч пишут, что в стоматологиях там плохо, некачественные и так далее. Кто-то пишет. Это все в голову вреда. Это такой негативный фон. Это все понятно. Если все люди все-все понимают. Ну, и третий аспект, конечно же, то, что ряд юристов, когда доходит до каких-то аспектов консультации, это отдельная каста. Есть хорошие, точно так же, врачи есть не очень хорошие, которые начинают разводить пациентов и говорить, да, они тебе накосячили. Как стоматология, они всегда так делают. Давай сейчас в суд подадим компенсацию, и мои издержки получишь. И еще там останется немножко. Вот такие, к сожалению, тоже люди продавливают. Бедного человека, который находится в стрессе, и они попадают также на неприятные ситуации. В общем-то, это самые последние инстанции. Поэтому, во-первых, будьте здоровы, не попадайте в эти негативные обстоятельства. То, что вот там, чтобы у вас такого не произошло, лечение было только качественным. Если оно произошло, чтобы все было только по гарантии, без дополнительных затрат и взаимопониманием, и уважением. И, соответственно, чтобы все в итоге было хорошо. Потому что все это забудется, а результат останется на долгие года. Ну, а если вы попали в какую-то ситуацию, я желаю вам не попадать таким вот отвратительным юристам, которые ведут вас в заблуждение. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш скромный канал. В общем-то, ставьте лайки или дизлайки. Как говорится, все вам самого наилучшего. Мы можем многое. Спасибо за просмотр. Продолжение следует.